У нас опять камера грязная, сейчас подожди. Три, два, один. Сейчас слышно? Да, у меня. Пожалуйста. День сегодня в Париже очень дождливый, поэтому мы решили скрыться в музее Помпиду. Наверное, одном из самых вообще крупных музеев современного искусства в мире, если кто не слышал. Что там? Это Монмартер. Да. Да. Это Монмартер. Сакрэ Кёр называется этот собор. Здесь Эйфелева башня видна. И здесь просто площадь Помпиду. Так, мы уже купили билет, заходим в первую галерею. Здесь, по-моему, всего 5 или 4, что-то такое. И также 5 действующих этажей. Центр Помпиду почему вообще нужно посетить? В первую очередь, это архитектурный, очень знаковый объект, потому что он очень сильно выделяется на фоне такого классического Парижа. А во-вторых, здесь, наверное, самое большое собрание искусства 20 века и современного искусства. Мы подходим, а это Гаджи Монмартер. И у меня сразу же первая такая радостная мысль в голове. У меня завтра первый раз шоу этого бренда. Сегодня, я надеюсь, мне придет образ. Я его примерю обязательно. Если там подойдет, тогда завтра встретимся. Яблоку тоже бьет, жрадит. Мина на стенах тоже очень громкие. Тут и Шагал, и Миро, и там наша Наталья Гончарова, Кандинский, Дюшан. В общем, можно бесконечно продолжать этот список. Увидела этот дутик издалека и сразу поняла, что это Кам де Гарсон. Здесь представлены также некоторые образы от культовых брендов. Вот один из них. Очень приятно удивилась, когда увидела здесь Марин Сэр. Не все, я думаю, знакомы с этим брендом. Он относительно молодой. Очень круто, что ребята тоже встали в ряд с Сен-Лоран, Лан-Ван. Мы идем с девочками сзади Квольтер. Есть отель, это владельцы тоже сзади Квольтера. Ого! Что, Квольтер, это что-то из Парижа? Я просто не в курсе сейчас. Что, Квольтер, это из Парижа. Квольтер, прикольный очень. Угу. 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 Шоу-рума в парижских квартирах. Это какой-то отдельный вид наслаждения. Красивая куртка, классные швы. Вообще, Задик мне в целом нравится, как такой коммерческий бренд на каждый день. Но не могу сказать, что у меня прям до трясучки, знаете, какая-то любовь к их вещам. Для меня простовато. Задик классная кожа, достойно внимания. Всякие текстурные штучки. И мне очень понравилась сжатая кожа. Есть целая коллекция вещей такого формата. Вот это классно смотрится. Вот тоже трикотажный джемпер на зипзанке. Мне очень понравился. И хороший цвет серого. И лапша. Видите, как будто бы елочкой направлены друг на друга в некоторых местах. Широкий рукав. Вот еще тоже кожаные брюки классные. У нас детокс джусы. Да, детокс. Что? Да, именно. Ну, мило, на самом деле, когда на презентациях наливают не только воду или алкоголь какой-нибудь дешевый. Я просто хотела показать Ангелу. Мы сливаем Англены детокс с соком. Что они заказали. Нет, это детокс. Валя, это супер-скрещение. Следующие мероприятия. Планирую спуски. Все съезжают. Making content. Может быть, здесь есть смысл, что это просто для... Ты блог не снимаешь? Ага. Мы пытались сфотографировать тут с инсталляцией. Вот все желтые смены. У меня сегодня двойной ужин в ресторане Джиджи. Сначала мы здесь ужинаем с Ромой. А затем я перехожу на ивент с брендом Hey Harper. Он проходит здесь же, чуть позднее. Так, здесь для меня бренд Hey Harper приготовили такой подарочек. У всех на тарелочке лежал индивидуальный подарок. Пока не понимаю, что здесь. Доброе утро. Я очень мало спала, поэтому спасаюсь своей любимой маской Darling. Это 8-hour sleep effect, который, я всегда надеюсь, работает. Кстати, именно эта еще маска от Darling мне очень нравится, потому что она полностью силиконовая, как огромный такой патч на все лицо. Приятно ощущается. Ну что, сегодня день Икс, потому что Йодзия Момото прислали мне аутфит. Я уж хочу скорее его примерить. Вот, понять, подходит ли он мне. И вечером отправиться к ним на шоу. Первое в моей жизни. Это супер. Хорошо, когда нет сунута. Как понимать вообще? Самое смешное, Руфину тоже пропускают на все шоу. Я говорю, что у меня плюс один как фотограф, и все, в принципе, говорят, что, конечно, проходите, просто идите на стендинг. То есть, нет рассадки для фотографов, но можно просто находиться там в зоне, делать фотографии. Короче, ребят. Короче, приходим без приглашения, ребят. Да, все работает. И еще не было ни одного шоу, чтобы я не пустила. Вау. Надо еще фотографии сделать. Давай здесь, а сейчас остановимся, пофоткаемся, нет? Давай. Я первый раз попала в отель De Ville, и я просто в шоке с этих потолков, с этих люстр, с этих люстр. Все гости, естественно, в черном, не сговариваясь. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Я запомнила навсегда Просто каково это вообще взять И сходить на шоу Юзи Мамото Для меня это было такой маленькой мечтой Побывать на одном из японцев, которых я люблю Субтитры делал DimaTorzok 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 Особенно Субтитры делал DimaTorzok Сейчас предлагаю сделать небольшую селекцию Пар обуви, которые мне больше всего понравились И примерить Потому что есть это обуви, и нарезали Товщики Когда я раньше не всегда примеряла Эти туфли очень классные Эти тапочки, у них тоже клевая текстура, как на той рубашке, которую мы только что рассматривали, тоже с цветочками, супер мило. Предлагаю вот такого же силуэта попробовать балетки примерить. Не знаю, как пойдет это мне или нет, мне кажется, здесь должна быть все-таки действительно очень красивая ножка, так что это не для всех, но краски смотрим. Предлагаю примерить такие штуки. Можно тоже примерить. У меня прямая ассоциация, если честно, с понисягой. Ну да. Мне кажется, у них есть что-то подобное. Это же не черт, а в принципе... Те красные, огромные еще. Нет, прям черные тоже. Я, наверное, попробую найти здесь, вставлю скриншот на видео. Но в моем случае, геми-ми, это что-то в четыре раза дешевле, чем понисягой. Могу рекомендовать, тем более, что это все-таки не плагиат, они здесь инотвечаются, просто вайп схожий. Мне очень нравится, как смотрится. Супер выглядит. Я очень нравится, кстати, как они смотрятся. Очень красиво. И к этому конкретному даже луку подходит. Ну, я считаю, что эта пара должна быть на размер побольше хотя бы, потому что у меня немножко здесь можно увидеть, сложились пальцы. Вот. Но в целом, если честно, просто гениально. Очень красиво, хорошо фиксируют стопу. То есть я чувствую, что мне в целом удобно. Просто нужно побольше. Мне так цвет нравится. Слушай, балетки очень удобные. Мне нравится. Да, очень красиво с полом сочетается. Сейчас пофоткаем. Ага. Можно вот так, кстати, юбку, смотри, допустить. Да-да-да. Так, сейчас мы вышли из шоурума Юми-Юми и прям пешком добираемся до следующей локации. Это будет Реси бренда Филипп Лим. Реси – это значит постпрезентация, после шоу. Там будут прям все новые модели, которые были презентованы на подиуме. Часто они уже надеты на профессиональных моделей или просто представлены на вешалках или манекенах, когда как. Вот. Но Реси – это интересно. Так, наш следующий локейшн был в где-то 10 минутах от предыдущего. Мы идем по такому красивому туннелю. Слева от нас классная площадь Плац-де-Вош. Один из немногих таких парков или садов в районе Ле-Маре, где можно просто разместиться где-нибудь на газончике. Кажется, вот они не работают. Вау. Вы кто всегда прячется в Париже? Просто на дом и горы зашли. Уже потом написано «Аркут Брум Агентси». Я еще с этим агентством никогда не работала, как мне кажется. Они ведут, очевидно, не только Филип Крим, поэтому будет интересно, конечно. Потому что еще могут быть замарки в арсенале. Вот. Полезное знакомство. Субтитры делал DimaTorzok. 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 Вот такое пространство. Полностью всю комнату занимает только бренд Филип Лим. Здесь представлена коллекция, которую они демонстрируют в Нью-Йорке две недели назад. Сейчас мы с Руфиной подснимем какие-то изделия, которые больше всего понравились. Я просто рассказала, что у них есть иконика, и я смотрю на птичерку здесь. Так как я знакомилась с Руфиной. Добавляет очень красиво подчерктовый балл, мне кажется. Да. И вот здесь просто в целом очень приятный столбок. Мне кажется, если бы не искала какую-нибудь черную белью рубашку, например, я бы обратила внимание на электричество. Очень приятно. Пока, честно, вообще вопросов нет. Все классно сделано. Потому что еще есть такой тренд здесь фиализованным. Сочетание кардигана, надетого кардигана или какой-то топик еще дополнительный и так далее. Это там и дослойность, которую Нью-Нью, мне кажется, начали делать активно. И все начали немножко за ним повторять. Вот. Ну, это тоже, мне кажется, осталось сейчас уже. Мы случайно вот здесь же прямо в конце арки увидели свет в конце туннеля. Выходим, а тут вот это. Представляете, как красиво. Просто еще солнце вышло, пока мы там ходили. Я переобулась на бордюре, сложила в сумку свои туфли. Вау, какой кайф. Сегодня был самый классный день. Я проснулась, у меня в квартире был какой-то адский мрак вообще. А еще у нас опять камера грязная. Подожди. А вот это нужно ждать не добавить. Добавится. Входят дети, мне кажется, это школа. Это школа? Входится в БКБ. Либо курсники, либо школьники. Входится в БКБ. Третий этаж, да. Может, три надо заводить? Ага. 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 Вижу себя в списке. «Марий Шерп», потому что это более понятно для французов и произносимо. И вот этот шерпот кина для них очень непонятно. Вот. Но они все равно каким-то образом находят мою настоящую фамилию. И иногда вот так вот впивают в списки. Такую фамилию. Крошу. Я предлагаю выбрать самую красивую шуму. Я ей закрою весь свой outfit, останутся кеды, очень прикольно. Я сяду на это кресло, ты нас помнишь. Хорошо. Я уже вижу эти объемные шубы там. Да, у них на самом деле есть очень много классных, у меня даже шапки вот слуховые тоже нравятся у них в коллекции. Попробуй муа-муа. Да, да, можно немножко... Как-то Russian Slavic Bimbo. А, да-да-да. Вкратце хотела рассказать, что я с их Соломон, в принципе, работаю, и они меня этой зимой звали в курорт коронавышний, потому что у них все-таки акцент на зимние какие-то предметы и гардероба, и поэтому им органично продвигать их в условиях горных и природных, например. Но что-то с шиком. Поэтому это был какой-то курорт типа Межев, возможно, или, может быть, Куршавель, что-то в этом духе я уже точно не помню. Но сам факт, что прикольно, что ребята такие активные, поэтому с ними хочется работать. Вот. Если есть шанс когда-нибудь с ним поехать в Куршавель, просто это зимой не получается. Ещё и зелёная. Но она сольётся, но может даже стильно продаться. А, я не вижу. Прям цвет инклесного. Да, это очень прикольно. Очень красиво. Да. Короче, и в Соломон реально классный бренд. Он просто достаточно консервативный для быть в отношении других брендов. Ну да. Мне кажется, такие бренды делают там 15% интересных вещей креативных, и типа 85% с базовым. Куршавель. 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 Очень классная кожа. Она залакированная, такая тоже немножечко жатенькая. О май гад. По-моему классная. Что за пимба? Cute? Очень. Если я так и доберусь до какой-нибудь горнолыжки, то мне нужен этот жилет и вот эти ботинки. Так, пришёл к гости Рома. Здесь есть буфет. Прям пришёл Рома. Вот, мы себе набрали всяких штучек. Здесь тыква, в которой внутри какой-то пудинг, фрукты. Вот это не знаю, что такое. Похоже на коконат. Вот. И я взяла себе морковный сок. И напоследок человеческий ужин. У меня веганская карри, но с овощами. И у Ромы улитки. Она мне сегодня худи эссенс из бархата. Снова тренч того же бренда. Каждый раз забываю его название. Ануки. Ануку. А вот, значит, джинсы Джейдет Лондон. Ремешок тоже напишу бренд. И ботега ботиночки. Примеряю такие туфли в Лэйве. Очень мне понравились они из-за текстуры. Единственное, очень мягкая кожа. И не знаю, как они будут стопу фиксировать, достаточно ли. Вот. Но вообще красавчики. Не знаю, мне кажется, окей. Мне кажется, немного не в ту дверь. Верно здесь. Это же второй этаж или не второй? Нет, это первый. Ааа. Мы живы. Мы делаем сейчас на презентацию Джейд Боргини. И не отпускай мыслей, что мы где-то не там. Hello. I thought you remember your name? I'm Kaya. Mary. Nice to meet you. Hey, nice to meet you. Hi. Hey. Hi. Hi. How are you? Good to see you. Hi. Always looking fresh. Good to see you. My soul is here. Вообще, Джейд Боргини открыли этот шоурум буквально год назад. Так что он вообще совсем свеженький. We're more into the daily. Yes. Is there super cozy? I have the coffee boost. Yes. The coffee capsule. The coffee capsule. That's right. It's in the sea. Between Norway and Sweden. Yes. Perfect. And it was very fun. It was so complete. Let's try it. I recall the selection. So I know you know already there was either one. And now there is the evolution, which is the Florence. Wow. It's even more dramatic. I would definitely love to try them on. Absolutely. They have sizes here, by the way. Or it's just the samples, right? And also I have another one. Okay. These are a little bit heavy. No, no. It's just because there's a weight inside. Just to keep them up. I think we're gonna try this one. Sure. These are the ones you want to do. Yes. So what are we going to start? I would recommend, of course, from the high ones. Some of the high ones. Yes. But, of course, we have so many jeans today. I have so many jeans. I don't really like them. You don't like them. You don't like them. I really like this trend. It's like two fingers. Yes. And these buttons are really big. Yes. So I think it will not be so beautiful as possible. Let's dress it to the mirror. Come on. Let's go. It's just a little light on the shirt at bed. Let's go. Let's go. Okay, let's go. Let's go. Let's go. I'm starting the video right now with us on wearing our shoes. Oh, okay. It's raining shoes. It's raining shoes. It's raining shoes. There's any shoes on. For those we wear the most popular shoes. For those of us who are wearing them. Вот из этого ракурса Руфина меня снимает с пола. Есть еще такой же матовый ботинок, тоже очень красивый. Такого карамельного шоколадного оттенка. Не могу понять и разобраться, где тачу была ли вот эта деталь. Ну вот, возможно, она даже съемная, тогда это вообще еще и типоги-трансформерные. Тоже очень классные, это один из этих оттенков, если это обувь, а замша в светлом, таком же грейш, либо бежевом цвете. Грейш это как бы серый, еще на бежевом, вот, холодный бежевый цвет. Эта пара мне еще почему-то напомнила тимберленды, ну, из-за цвета в первую очередь, наверное, из-за того, что это, в принципе, замша. А сейчас тимбы суперпопулярные, и это вот такая альтернатива. Это 39 размер, к сожалению, в шоу-руме лежат только сэмплы, поэтому здесь нельзя попросить свой размер. Поэтому надо представить, что они мне как раз нехорошие. Мне кажется, что они очень элегантно красивые. И плюс у меня есть бзик на то, что я выбираю для всего только серебряную фурнитуру, и мдаю, я люблю за то, что у них почти нет золота в коллекции. И они рисуют с серебром, и поэтому у меня с украшениями все идеально сочетается и так далее, и нет никакого-то диссонанса с всеми моими датирогами. Вот такие еще есть туфли. Ну, интересно, но не знаю. Так, у нас тибрейк. Мы заказали себе криспи-чикен-сизор-салад. Здесь нам подали вкусный хлебушек, кола, и у меня черный чай. Место называется Этьен Марсель. Я здесь часто ем, когда я, в принципе, на этой станции, а для имен на Этьен Марсель. Роман делает мне подарочек на 8 марта. Первый раз я сама зашла в кортье в жизни. Такое кольцо красивое. Сейчас где-то 11 часов вечера, и завтра Уба и день рождения, поэтому мы готовим торт для того, чтобы сделать ей сюрприз в полночь. Ну, пакетим, все, поняла. Я говорю, а что она сидит и уходит? С днем рождения! 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 С днем! Три, два, один. Какая-то ты особенная. Я очень скучала по всем. Это правда. С днем рождения. От тебя что-то вот исходит такое. Магнитное. Притягательное. Все. Ёп. Ёп. Давай. Готов ждать момента, сколько нужно, чтобы увидеть тебя, обнять тебя, поздравить тебя в нужный момент, поддержать. Я думала, сегодня не будет, ты же скажешь. С днем рождения! А где сюрприз? Здесь собрались для того, чтобы тебя поздравить с днем рождения. Теперь ты настоящий Иисус. Какая-то обувь. Близко. Но не четко. Тепло. А таби. Тепло. Высокие таби. Я по коробке стала аналогированная. Нет, аналогированная. Я реально хотела эти... Я просто... Меня Регина спрашивает. Многие-то спрашивают, чего хочешь. А я говорю, я ничего не хочу, но я бы хотела это. Красиво. Вообще, все. Тебе не надо? Ты все. Я все. Сосака на нас, муж смотритель на всех. А, это да. Это то, на чем я... Это с днем рождения я делал. А у нас в Сибири блокировали. Я тебе желаю, чтобы ты всегда оставалась при своих мыслях, при своих чувствах. И чтобы ты всегда могла их... И чтобы ты всегда могла их... Днем рождения... Днем рождения... Днем рождения... Гамарджус! 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 Казахстан! Сейчас где-то 11 утра. И мы находимся у нас в спальне. И я хочу поснимать перед отъездом успеть несколько образов, которые я не успела надеть, либо которые мы снимали там в слишком экстремальных условиях и в торопя. Поэтому можно их повторить. И мы где-то в окрестностях оперы, где мы живем, что-то попробуем поснимать. Сегодня у меня в плане иконика. Вот этот сокояж. И, значит, такие вот белые лоферы. Кстати, они чистые. Я их вот так положу и покажу вам, потому что они очень прикольно выглядят. И мы сейчас с Руфиной обсуждали, что они даже немножечко такие в стиле маржелла, мне кажется. И по типу кожи, и вот здесь такие стежечки аккуратные. То есть есть в этом что-то такое с намеком на люкс. Сумка тоже хорошо сделана. Похожа на фенди пикабу. У меня здесь брюки Софи Дур. Я их покупала в пик. Вот эта вот штучка, это Йоди Ямамото. Юбка, которую я просто надела поверх. Рубашка Перверт. Украшение омут джеллери. Наша, ребята. И жакет итальянского бренда Мальяна. С косами. Иконика. Я пришла с показа Ямамото. Когда вчера это было? Или позавчера? Позавчера. 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 Очень красивая была сцена. Что еще показать? Шойт. Рунтур. Ну, здесь очень грязно, конечно. Вчерашний круассант. Каждый день едим обязательно, как по расписанию. Вчерашний сэндвич. Мои любимые французские мюсли. Здесь, значит, то, что еще показать. Что это? Я не проснулась. Вот так вот, в общем, так и живемся. Очки. Да, я что-то случайно вспомнила, но с тобой ни разу в очках не фоткались. А, кстати, нет, да. Хей! Да, здесь здесь жестко минус этой квартиры. Здесь очень темно. То есть тут она находится прямо внутри двора. Ее с двух сторон, с четырех сторон, с говоря, окружают здания. И в итоге сюда вообще не попадает солнечный свет, поэтому здесь очень сложно просыпаться. Мы как будто бы все время немножко в катакомбе какой-то живем, потерявшись во времени. И если бы у меня не было телефона, я бы реально, наверное, думала, что сейчас всегда где-то четыре утра не вставало бы вообще. Так, ну что, пойдем. Так, мы приехали на авеню Хоше. Нев. На самом деле, проходит очень много разных презентаций, потому что я здесь как будто бы уже раз пятый с разными брендами. Вот, но с Проэнзой Скулер в шоуле. Первый раз. И более того, у них первый день шоурума. Поэтому я думаю, что они еще все такие свеженькие, неуставшие. В отличие от всех, кто здесь, я неделю-мот, уже неделю. Все, мы с вами святая святых. Это шоурум Проэнзо Шулер. На сих пор мы пока не проверили, как правильно считается бренд. Здесь очень красиво. Сейчас сделаем для вас мини-обзор того, что мне понравилось. Ребят, я только что загуглила, правильно, Проэнзо Скулер. Это немецкое имя. Ударение, получается, на первый слог. Над всем на заметку. Я знаю, вы тоже не знаете, как это читается. Давайте посмотрим на аксессуары. Красиво. Смотрите, реально прикольная сумка. Да, с текстурой такой. Можно массаж делать. Это как этот массажный валик. Можно ее на пол кидать и вот так вот стопом массировать. Она отлично бутылка туда полотит просто. Можно просто фоточку сделать. Да, красиво. А вот этот клатч мне очень напомнил клатч Тиффани. Как-то он Crash называется или что-то такое. Но я уверена, что он дешевле в 2, в 3, в 4 раза. Даже не знаю, не боюсь сравнивать. Очень красивый красный. У нее очень монокромные вещи в основном. И я обожаю красные акценты. Зеленые и красные. Каких вот для меня не бывает. В сумках Проэнзо мне больше всего нравится, что они неузнаваемые. Нет никаких кричащих лого, надписей. Такие минималистичные подо все. Вот по этим сумкам, например, вообще не сказать, что это за бренд. Поэтому они не будут перебивать образ. Будут просто в унисон. Моя любимая часть. Балеточки. Ура, балеточки. Очень прикольно. Те реально прям, ого? Нет, внутри там внутри сартошита, да. Такие я бы даже купила. И круглый нос. Мне очень нравится круглый нос. Типа изи. Который от Гоши Рыбчинского. Это реально эскиз по Гошу тоже. А я бы купила. Жалко. Таких шурумок нельзя ничего покупать. Мне такие нужны, потому что Кали Уэст выпустил трех размеров. И даже самый маленький размер, даже самый маленький размер, небольшой. Я не могу их себе заказать. Незвариант того, что они стоят очень дешево. А, да? Да, супер дешевые. Кали Уэст опустил цены до 20 евро. Сейчас, конечно, интересная была ситуация. Мы пришли в шоурум Проэнзо. Познакомились с представителями брендов. Я так поняла, это пиар-отдел самой Проэнзо. А не агентство, с которым они работают. И я задала вопрос, могу ли я взять их какую-то вещь, переодеться и сфотографироваться у них в локации. Естественно, я это делаю, наоборот, как бы для того, чтобы с брендом работать. И мне кажется, для них это круто, наоборот, что там инфлюенсеры могут бесплатно запостить какой-то контент в красивой локации. Но в итоге мы надели пальто на меня, которое, единственное, разрешили на меня примерить только верхнюю одежду. Пошли в отдельный зал пофоткаться. И менеджер просто стоял и вот так следил, чтобы мы ничего лишнего там не тронули. Не знаю, с пальто ничего не сделали. Просто стоял над душой. И у меня было ощущение, как будто мне, не знаю, 17 лет. Я просто беспризорник, который случайно оказался в этом шоуруме и взял пальто там своими грязными ручками. В общем, такой странный немножко, конечно, эффект. Ну вот. И она такая, ну, я рада, что вы смогли сделать для себя хороший контент. Окей. В общем, надо им поменять, конечно, отношение к этому, я считаю. Не понимаю, это ничего. Так, и здесь вот такой шикарный вообще двор. Тут можно посидеть. Тут чилят все сотрудники всех этих шоурумов, поэтому здесь много красивых людей. Наташа 8. А, у меня здесь пример. А, я поняла. Да, ты встала на первом этаже. А где? Вот вход вот там, вот, берега без аккаунта. Да, да, да. Мы с Ромой шли погулять в Люксембургский сад, взяли печенье, чай, а сад закрыт. В Париже это нормальное дело. В холодный сезон здесь все сады и парки закрываются чуть раньше, примерно в 6. Вот, поэтому мы просто сели вдоль красивой аллеи возле Люксембургского. Все, я Николаевна. Мне, кстати, очень понравилось. Я подслушиваю. Ты первый раз в Матиньоне? Я тоже. Вот сижу, слушаю, когда мы с плетничают. Чо грят? Ты cerca. Не настолько. Сделай рождения тебя. Сделай рождения тебя. Сделай рождения тебя. Сделай рождения тебя. Спасибо. Спасибо. Не знаю, что я сделала в этой жизни, что я заслужила такого, и я вообще в обсторге, я бы сказала, что это, с одной стороны, крим, что это самое офигенное, что у меня было в жизни, я не знаю. Начинаю с вчерашнего дня, короче, офигенно, спасибо тебе большое, что ты со мной. Ребята, доброе утро, сейчас я направляюсь на последний показ этой недели моды, он последний уже перед моим самолетом в Москву, иначе бы я успела еще завтра, наверное, что-то посетить, вот, но задержаться не получается, поэтому уже 4-го за день до окончания недели моды я уезжаю в Москву. И сегодня это будет шоу Деду, это такой бренд, который, по-моему, по-моему, создали две азиатки, я могу ошибаться, кстати, я вот здесь определенно могу ошибаться, я это все напишу и уточню, вот, и он довольно концептуальный, в моем стиле очень много изделий, которые они создают, так что может быть действительно красивый, и гости у них тоже всегда прикольные, Хотя бренд, как бы, достаточно небольшой пока что. Последний день все уже абсолютно никакие, выжатые как лимон, поэтому я в кроссовках, в спортивках, девочки, мне кажется, вообще без макияжа приедут, еще 10 утра, поэтому много выждать от этого не стоит мероприятия. Ребята, сегодня такое приятное утро, первый раз такое солнечное, а мы уезжаем, блин, и сейчас еще Роман полдня проспит после нашей адской тусовки, организатором которой он, кстати, стал. Вау, вау, погода просто чума. Так, вот мы видим слово деду, значит, нам сюда. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Таисия приехала поздно. Представляете, сделать этот макияж в 10 утра после вечеринки, когда мы все закончили где-то в 4 утра, и она вот так с утра уже оделась просто. Ну что, на базе. Да. Но ты не грусти, мы сейчас вкусно позавтракаем, и ты таксистов зато повеселил. Тартар очень. Ну, можно тартар. Сейчас найдем что-нибудь. Я ехала на Тесли Блэк, я была уверена, что я подъеду, это был просто самый красивый выход. А тут уже никого, все закрыто. Я тут постою, ладно, хорошо, я всех подожду. Ладно, сейчас мы тебе фотку сделаем. Сделаем, сделаем. Вик, ты тоже должна быть в моем влоге все-таки хотя бы раз. Маленький. Она всегда где-нибудь. На вечерних платьях. Мы сейчас пойдем все поедем. А где, рядом? Я не могу далеко идти. Я сказала, что здесь много кофе. Ставим оценку шоу от одного до десяти. Бая! У меня память не вечная, ответьте вопрос. Шесть из десяти. А ты семь? Шесть. Я поставлю шесть с половиной. Даже ближе к семи, да. Семь даже, да. На самом деле, там было хорош шоу, классный кастинг. Все было четко. Ой, едой запахло. Все было четко. Единственное, для фотографии было сложно, потому что там был очень плохой свет. И я видел, что это не носит. И от себя еще скажу, что очень терялись все черные луки, потому что там черный пол, черные стены. И сразу как-то все неэффектно выглядело. Но зато белые, красные, вот особенно эти шифоновые юбочки смотрелось вообще супер. Мы будем понемногу монополию устраивать. Главное, цитируйся, я вам забыть портюрить. Мы сейчас идем в наше любимое кафе, потому что сегодня понедельник, ничего толком не работает. Работают только такие основные заведения. Шарлотта – одно из них в море. Во время недели моды мы здесь, в принципе, постоянные гости. Я здесь ела примерно все, что есть в меню, по очень многу раз. Идем, да? Все. Это ризотто, бай? Это типа ризотто с кармезаном и чарли бренды. Красиво выглядит. Усени warm gold cheese. Так, а у меня норвежские яйца benedict с лососем. Всем сказать cheese. Так, они презентуют как коктейль «Штыр». Добавляем немножко холы. Можно шугар, можно зира шугар. Немножко американо на двеном шотике. Вечерашний восторг. Серьезно, я отвыкнула холля? Ну, это очень вкусно. Не-не-не, спасибо. Не-не, спасибо. Американцы очень жалко. Попробуй, да. О, ладно, ладно. А потом воняет, что там может быть. А говорила мама от незнакомых людей и напитки не брать? Ребята, огромное спасибо за просмотр. На этом закончилось мое путешествие в Париж. И до встречи в Москве. Субтитры подогнал «Симон»! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова